Здорово, воин! Попалась мне интересная статейка. Я считаю, что она достойна отдельного пояснения в рамках маленького ролика, небольшого. Ученые из семистричной сферы создали источник света с круговой поляризацией. Казалось бы, ни о чем. Какое отношение круговая поляризация имеет к каналу Цельнозор? Но канал Цельнозор настолько, что все связано со всем. Такая каша в голове. Сейчас объясню, насколько она большая у меня, каша в голове. Немножко я расскажу про статью, что физики условные получили свет с круговой поляризацией из сферического симметричного источника размером несколько нанометров. Ну, размеры тут не принципиальны, потому что все фрактальное, все зависит лишь от длины волны на самом деле и от того, на какой волне мы взаимодействуем. По сути, это не важно. Размер имеет значение, но вдруг. Если верить девушкам. Итак, волны по своей природе поперечные, но в луче света коребания идут поперек оси. То есть вот луч и вот поперек. Они вот так идут. Либо вертикально, либо горизонтально. В естественной среде колебания не в одной плоскости. Они идут по кругу. Называют неполяризованный свет. Поляризованный свет – это либо синфазный, либо лазер, когерентное излучение, говорят. Там идет вдоль. Но не суть. Итак, поляризация. Если плоскость колебаний одна, это линейная, я уже сказал. Две волны, если совмещаются, то получается когерентное излучение. Но если фазы чуть сдвинуть с разным шагом или перпендикулярно, то получается круговая. В природе такое явление есть. Значит, мы не все знаем о природе. Тут говорится о ракообразных, но ничего не говорится о людях. Сейчас я дочитаю статью, потом объясню суть. К чему я это все... Как мы это можем использовать? Мы это можем использовать при создании квантовых компьютеров. Например, влиять на электроны. Квантовые точки – это точки, скажем так, где идет взаимодействие нашего уровня квантовым. Как это сделать? Очень просто. Либо антенны загнуть, потому что один из генераторов, скажем так, условно, хронона, аргона и прочего, у Шипова-Акимова, у Шипова и у Акимова тоже, один из генераторов, помимо конусов и электричества, был световой. То есть, либо конус, либо шар, сфера зеркальная, и там под углом лазер подавался, и он пульсировал. И это излучение было настолько физически ощутимо, что даже непрофессионал мог это почувствовать. Я бы не стал это называть как-то, как-то эту энергию. Вообще никак. Ну, создатель, открыватель этой энергии назвал ее аргоном. Это Вильгельм Райх. У Акимова тоже были торсионные генераторы, он это называл, и прочее. Есть еще микролептоны, у Ахатрина микролептоны и так далее. Названий много. Частица времени. У Козырева там время загибалось, но тоже была фрактальная антенна, листы такие, где по золотому сечению сгибалось, и там были изгибания пространства-времени. Формой управлялось даже время. Я точно знаю, что эта энергия существует, потому что не заметить ее очень сложно, даже дистанционно. Еще 10 лет назад, вот я нашел на балконе вот это вот творение генератора аргона из кристалла, из такого же, которым пользовалось, ну, это может быть алмазный, это может быть кварцевый, любой кристалл. Любой кристалл обладает пьезоэлектрическими свойствами, то есть помещенный в другое поле. В данном случае, почитайте мою группу генератора аргона, блин, ГЭД-5 уже не обновлял материалы, но там материалов достаточно. Помещенный вот в обычное электрическое поле, в обычное, любой кристалл, вот тут размер имеет значение, чем больше кристалл, чем больше сила тока, чем чаще пульсация, тем больше энергии идет. Почувствуйте энергию, идущую отсюда, это может почувствовать любой. Вот она, прямо поток. Вот этот поток, он целителен, он полезен для сознания. Пожалуйста, берите, это нескончаемый поток. Любой может сделать маленький кристалл, обмотать любой проволокой, подать любое пульсирующее напряжение. Чем выше, тем лучше. К динамику, вместо динамика, параллельно динамику, неважно, обмотайте любой проволокой, заработает, почувствуйте. Дарю всем. Вот простота. Я простейший генератор купил за 100 рублей в Китае. Все, тут еще можно его регулировать. Можно подключить к готовому генератору прямо из компьютера. Можно к динамику, музыку слушать. То же самое, эффект будет тот же, пульсирующее напряжение. Можно не усложняться. Простой блок питания. Можно к компьютеру. Но работать будет. Итак, кристаллы взаимодействуют с определенным уровнем. Назовем это квантовый уровень, символьный, какой угодно. И они выдавливают даже энергию, не говоря уже об информации. С информацией тоже можно работать. Об этом чуть позже. Чувствуем. Слушаем. Итак, как они это сделали? Они взяли в сфере и начали ее... Дело в том, что очень много существует способов задрочить матушку природу. Точнее, подолбить мозги батюшки Кону, чтобы получать готовые ответы. Я говорю про квантовые компьютеры. Они могут быть на разных принципах. Они уже есть на кристаллах, и вот они появились. Квантовые компьютеры из света. Получается, квантовые компьютеры думают светом. К чему я это говорю? Смотрим. Одна фаза, две фазы перпендикулярно. И круговая поляризация. Ничего не напоминает влияние пучка электронов на дипольный момент? Что для этого нужно, чтобы сделать из этого квантовый компьютер? А нужно лишь сместить центр. Влияние на дипольный элемент. Смотрим. И в зависимости от комбинаций симметрия нарушается, и мы получаем ответ. То есть, при нарушении вот этой симметрии получается вот тот момент, который дает ответ в квантовом компьютере. Вот это вот квантовый скачок, скажем так. Хотя это не совсем корректный термин, признаю, но сдвиг симметрии дает тот момент контакта с квантовым уровнем, то есть с коном, то есть с тем уровнем, откуда приходят ответы. И смотрим, что происходит при этом. Вот если сдвинуть вот это, вот эту гармонию, что произойдет? Как это отобразить символьно, графически? Ничего не напоминает? А мне напоминает? Мне это напоминает вот это. Мне это напоминает вот это. Вот она. Сдвиг симметрии. Момент получения ответа. Вот круговая поляризация, вот сдвинута, и в этот момент происходит пробой и получает ответ. Дело в том, что квантовые компьютеры ничего не вычисляют сами, они дают готовые ответы. Об этом есть куча материалов на канале. Если знать, что делать, знать, как взаимодействовать на символьном уровне с квантовым уровнем, все возможно. Об этом тоже есть много материалов на канале. Ссылки, может быть, дам, но ищите сами, потому что канал не для ленивых жоп. Вот этот символ сдвига, симметрии и перехода, получения ответа на квантовом уровне при мышлении светом. Почему я говорю мышление? Потому что все в нашей Вселенной фрактально, во всех Вселенных. По секрету скажу. А наше сознание, мозг фрактален. Посмотрите, как он изображен. Фрактально распространяются все энергии. Вот фрактал. Вот фрактал. Молния так распространяется. Любые энергии. Об этом тоже есть видео на канале. Фракталы. Это видео реально меняет сознание. У нас шишковидная железа так и называется. Шишковидная шишка. Шишечки были везде в допотопной архитектуре, до вторжения. Потому что мы формой управляли энергией. Это резонаторы. Они есть как наномира, есть хороший фильм, резонаторы наномира, так и макромира. Шишечки были везде в нашей человеческой цивилизации. Поизучайте вопрос, что такое шишечки, какие бывают резонаторы и как мы работали. И мы взаимодействовали фрактально со всей Вселенной, гармонично, по кону. Что такое наше сознание? И зачем я это говорю? Я это говорю, чтобы в очередной раз свести все точки, выложить пазл, дать цельное зрение того, что происходит сейчас и чем мы являемся. Я объясняю, как думать светом. Почему мы можем думать света? Потому что мышление – это свет. Это даже не электромагнитная волна. Свет, говорят, тоже волна, волна, свет, неважно. Условно говоря, фотон, мы думаем светом. И тому есть куча доказательств. Кто хочет, найдет подтверждение того, какие кристаллы есть в нашем мозге, в каком состоянии там все находится и так далее. Уже те, кто не самый ленивый, не самый глупый, поняли, что наше сознание – это полевое явление, и наш мозг – это квантовый компьютер, основанный на принципах самоподобия с гармонией сознания и Вселенной. фрактально. На некотором уровне мы все фрактальны. Даже нервная система, похожая на то, что я показывал, кровеносная система, естественно, мозг и так далее. Все фрактально, все связано со всем. И вот это все связано со всем, тот самый, условно, бардак я и пытаюсь разгрести. То есть я вам показываю, что случайностей нет. Любой шифр – это бардак из цифр. Но если взять ключ и посмотреть, это высшая форма порядка. Хаос – высшая форма порядка. И этот хаос я вам показываю, демонстрирую, где все связано со всем. Понятно, что не все это понимают. Канал вообще не для всех, мягко говоря. Но, воин, мы можем думать нашим квантовым компьютером и мы можем думать светом. Потому что нам нужно лишь правильно задать вопрос. Вот этот символ цельнозора, символ мироздания является символом мышления светом на квантовом уровне. Многие просят разъяснять. Я вот уже на плинтусовом уровне объясняю. Я уже объяснил в ролике «Символ мироздания». Сейчас еще раз объясняю, чем является мой символ. Это сдвиг симметрии, момент получения ответа в квантовом компьютере, работающем на принципе. Сдвига симметрии в свете с круговой поляризацией. а у нас мы мыслим светом, что такое круговая поляризация. Подумайте. Это символ, символ получения ответов. Судя по тому, сколько людей уже поставили этот символ себе на аватарку, этот символ дает ответы. И эти люди уже начали получать ответы. Концентрируйся на мне, на этом символе и ответы придут. Многое зависит от вопроса. Лишь задай вопрос, ответ придет. Какой-то, в каком-то виде, но придет. И я помогу. Поэтому, воин, идет война и нужно много думать. Я учу правильно думать и этот символ поможет тебе правильно думать, потому что думать нужно много. Как сказано в хорошем фильме «Азори здесь тихие». Тоже не случайно. Заря и Тишина. Чтобы получать ответы, нужно иметь тишину в сознании. Казалось бы, название чем не связано, связано. Так вот, там сказано, что война это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Думать придется много, скоро контрнаступление. Да, мы не готовы, но кто же нас спрашивал-то? На то мы русские, чтобы делать невозможное. И Вторая мировая подтвердила это. Товарищ Сталин сделал невозможное. Спорное утверждение, но подумайте, почему я именно так утверждаю? Почему шли на смерть с именем товарища Сталина? Какие ответы эти люди получили? Какие вопросы задали? Ну, еще раз. Мы есть свет. Мы фракталы, мы связаны со Вселенной. нужно много думать. Так что, воин, думай светом. Будь со мной, воин, и думай светом. Прорвемся. Все только начинается. Добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok